И Владимир Ильич принес грамоту. Это благодарность тем, кто сдал мед для наших детей, которым мы каждый год... Скажи свои слова. Я просто хочу сказать, что все-таки очень тяжело, но мы собрали нужный объем. Но на будущий год, чтобы таких вещей не было, давайте только посерьезнее. Небольшая группа детей, мы не можем с вами собрать мед для детей инвалидов. В общем, вот эта благодарность там, это благодарность каждому, кто приносил мед. Если продолжить продолжать, я хочу отступление большое сделать. Если в процессе моих этих вот всех, кому-то что-то непонятно, если там вопросы, вы записывайте себе на листочках, а в конце мы обобщим и более подробно на вопросы. Потому что сегодня у меня, так сказать, сборная. Где-то порядка пяти лет на конференциях я... Разные доклады математики. Узкая тема там по воротозу, по назематозу. Сегодня я все кучу пообъединял. Может, я что-то не смогу быстрее, более понятно объяснить. Поэтому в конце задавайте вопросы, и я буду подробно отвечать. Тем более, если у вас позволяет время, пожалуйста. Значит, ну, по отравлениям. По отравлениям, вкратце, вот какие нормативные документы. Кстати, один из нормативных документов актуален для России. Это санитарно-химические требования. Если, значит, в ваших регионах, не знаю, как там, борьба с сорняками, с пестицидами, то вот один из санитарно-химических требований, он актуален для России. Там есть пункты, начиная с 20-го пункта, по-моему, 30-й, о ограничениях применения пестицидов и средств химизации. Там связано с временем, связано с расстоянием от населенных пунктов. Если, допустим, под сам огород, как у нас часто засевают поля, это нарушение санитарно-химических требований. Тем более, если он носит химию. Можно пожаловаться там. Тем более, если там применено не по регламенту, как написано. Не выдерживается, значит, период цветения, период, когда, значит, пчелы активно поврещение не делают. Это все нарушение. Можно, ссылаясь на эти документы, то же самое получить определенное, ну, так сказать, чтобы не проводилось этого ограничения. У нас очень часто прибегали. Я раньше работал на лаборатории. Как правило, в году до 10 раз даже проходили с проблемой отравления. Кстати, по отравлениям тоже вот такое отступление есть, что не все пестициды лабораторно проверяются. Только хроматограф последних поколений способен анализировать и давать именно показатель по данному пестициду. Если, допустим, при исследованиях, что берется? Берется зеленая масса, там, где-то килограмм, берется погибшие пчелы и, значит, там, мед, который будет подвержен. Это все в лаборатории посылается. Сопроводительные документы шлется, там, комиссиона, при чем-то все делается. И если в лабораториях ничего не определяют, часто бывает, что, ну, ничего не определили, типа, пчелы погибли от другого. На самом деле просто не хватает мощности аппаратуры. Современные, значит, лаборатории укомплектованы старым оборудованием, которые не могут все, в данном случае, препараты. А тем более, если сопроводительно не указан точно препарат, пестицид, который было применено в применении, его никогда не обнаружат. То есть данный пестицид, один фосорганический, один флорорганический, другой, там, перетроит. И вот на каждый должен хроматограф быть заряжен определенным. Поэтому тоже очень такое узкое. Раньше были инструкции, вот, 89-го года. Я вот в Москве тоже буду предлагать, чтобы их переделать уже на 2000-е годы, более актуально. Нужно сделать так. И раньше в инструкциях отражалось, что комиссионное обследование и, так сказать, выявление фактора отравления является первоочередным документом, когда все подпишут. Для того, чтобы потом административно наказать нарушителям. А уже исследования вторичными являются. А у нас часто бывает, что не обнаружили все, и сам виноват. Тоже немаловажно. Ну, следующий слайдик. Затянем. Так, дополнительные факторы накопления продукта пчеловодства. Размещение пасек вблизи химических предприятий, объектов хранения химии, источных вод, железных дорог автомобильных. Я уже говорил. Масса применения пестицидов. То же самое говорил. Использование антибиотиков, ветеринарных препаратов. Я считаю, что вообще в пчеловодстве использование антибиотиков недопустимо. Потому что здесь, я буду дальше говорить, это бомба замедленного действия, которая очень сильно и продукцию гадит, и нарушает вообще, так сказать, защитные функции многих пчел. И в дальнейшем, и человеку тоже плохую природу. По погоде грают. Потом использование материалов для работы. Если пчеловод работает с нержавкой, хорошей, качественной нержавкой, это одно. Если работать на старом оборудовании, медагонках, хранения меда, с использованием, особенно цинка, железа, это все остается в меде. То есть, вот, особенно цинк опасен. Цинковая вся, значит, посуда, она там до 10 лет, по-моему, работает. А по возможности лучше вообще ее не использовать. Все, что есть цинкованное, там, и догонки, все должно быть выбракованным. Недопустимо переработать с пчелами. То же самое касается пластика. Пластиковая посуда многое, допустим, тоже самое является переносчиком фенолов. Можно на гометаре посмотреть, когда переворачиваешь, там такая ложечка-вилочка, значит, пищевой. Там фенола не будет задержаться. Ну, знаю многие предприятия, когда начинают открываться, работают это по ГОСТу так, а потом начинают использовать вторичку. То есть, получается, остаются у них отходы, опять по-новому перерабатываются, концентрация фенола увеличивается. И часто в пластиковой посуде тоже самое может быть куча разных химий. В частности, фенола. Технически могут подмешивать. То же касается и ульев. Сразу запускают предпроизводство на пищевой, а потом начинают химию подмешивать, технически подмешивать. И фенол выделяется при тепле. То есть, получается, когда холод нет, а когда начинается жара, влажность увеличивается, пчел активно, это все может мигрировать в мед, в продукты пчеловодства. Использование пенополистирона, технических пленок, то же самое. Вот многие пчеловоды, мода пошла вместо холстика использовать пленку. Какая-то пленка. Тоже обратите внимание. Если это, допустим, пленка техническая, жара, влага, это то же самое пойдет в рамки, пойдет в мед, воск. Поэтому я считаю, что для пчел должно быть все органик. Если уже работать, придерживаться того, чтобы все было чисто, органическое, значит, зачем вам эта пленка, зачем использовать засорять? Лучше развивается, тепло. Да, лучше развивается. Может на весну. Ну, можно что-то другому. Только на весну мы кладем. Если уже, допустим, вы хотите использовать то, чтобы было развивалось, так используйте фольгу тогда, получается. Фольга даже менее опасна, чем пленка и щевая. То есть купите фольгу, все-таки обверните, будет двоякий эффект. Многие почему-то говорили, что ушли от пленки, взяли фольгу. Фольга, она отражает тепло, все такое, еще быстрейшее развитие получается. А? Алюминиевая фольга? Да, алюминиевая фольга. То есть вместо пленок, как правительственная фольгу. Тоже как способ, вариант. Да, продается. Да, хранение меда, я говорю, в посуде, вторичном особенности, хранение в пакетах, это все засоряет факторы сорения дополнительно. Ну, лейтенант, санитарные требования в странах, таможенного союза, можете сфотографировать, что недопустимо, какие недопустимы при обнаружении. Вот, здесь вот прописано по флюолинату, кумофосу, до 100 микрограмм на килограмм, по метразу, вот, это вот нормативы. То есть, по идее, если мед проверяется, он должен проверяться на эти показатели. У нас, как правило, лаборатории по Санкт-Пи-Наму работают, не проверяют на флюолинату, метраз, то есть только по требованию клиента, или по требованию, кто закупает мед. По радиации тоже самое, по тяжелым металлам обязательно исследования. Особенно, если вот близко находишься от трасс, от города, это все тоже актуально. Пагубное влияние антибиотиков. Ну, вообще, антибиотики это отдельная тема целая. Это, в первую очередь, является, ну, так сказать, бомбой замедленного действия. Проводились очень много исследований, и в Ютубе можно посмотреть, что сразу вроде бы культура, где микроорганизмы растут, антибиотиками наносишь, сразу вроде бы идет их лизис, то есть поражение, а потом проходит там минуты, часы, время, оно опять начинает заселяться. То есть появляется, микроорганизмы очень быстро адаптируются к воздействию антибиотиков, и макроорганизм менее, так сказать, адаптируется, чем микроорганизм. То есть получается, что мы уничтожаем первую популяцию, потом из миллиарда возникает устойчивая форма, которая моментально начинает делиться, размножаться, и они уже будут устойчивы к антибиотикам. То есть таким образом получается, что если мы используем антибиотики в качестве лечения, особенно профилактики, то мы только на короткий период вызываем, так сказать, обеззараживание от возбудителя. А в дальнейшем появляется устойчивая форма, которая будет адаптирована к этому антибиотику. И мы уже антибиотик, нося, так сказать, начинаем загрязнять и продукцию, и причинять вред самому себе. И тем более, что антибиотики не влияют на споровые культуры. То есть в данном случае, если брать гнилец, назематоз, то на них антибиотики вообще никак не действуют. То есть если мы имеем спор, то только дезинфекция уничтожает. Причем жесткие режимы дезинфекции, там до двух часов, до часа выдерживания. А дезинфекцию в период активно, где пчел никак не применишь. То есть нет такого дезинфиканта уникального, которого и пчел не причинили вреда, и одновременно, так сказать, убил микроорганизмы. Мы должны разделять. То есть все, что дезинфицируется, все дезинфицируется в отсутствии пчел. Поэтому примени антибиотиков вообще нецелесообразно. Они в первую очередь влияют на иммунитет, на кишечник. То есть почищая микроорганизмы вредные, мы убиваем всех полезных микроорганизмов, сапрофитов. На это место моментально начинают заселяться грибки. То есть в природе нет ничего пустого, всегда, как говорится, пусто занято. Сразу мы сделаем пусто, потом моментально начинают другие культуры заселять. И, как правило, вслед за микроорганизмами моментально начинают заселять грибки. А грибки тоже не играют. И грибки устойчивы, как многим антибиотикам. Поэтому применение антибиотиков в качестве профилактики, я считаю, недопустимо. Многие дают им назитол, назимоцит, назимоцит, с использованием оксидроциклина, метронидозола. Это вообще недопустимо. Но к этой группе вот соль не относится фумигелин? Фумигелин. Я скажу, что такое фумигелин. Фумигелин является продуктом жизнедеятельности, аспиргилом фумигатом. То есть в данном случае это является антибиотиком. Он производится сейчас только в Канаде. Другие страны отказались от его производства. В России был проект фумигелин, но он не реализовался. Почему? Потому что синтез фумигелина является серьезным предприятием класса опасности, предоставляющего опасность для тех, кто его производит. То есть все подвержены воздействию этого бацину фумигатом, спиргилезом. То есть производство фумигелина это серьезное предприятие. И многие государства просто не берут на себя ответственность его открывать. И опять же, фумигелин он один из сильнейших против назимоцитроза. Это я хотел сказать, что это средство против назимоцитроза. Это средство номер один, которое подавляет синтез развития вегетативной формы наземы. Но он не влияет на сбору. В данном случае, если брать все препараты, которые против назимоцитроза, это назимат, назимоцит, которые содержат третрициклин или метронидозол, они влияют только на вторичную инфекцию. В данном случае, когда возникает назема, разрушается клетка, через какое-то время появляется вторичная инфекция. Это протеи начинается, гнилостная микрофлора. Так вот, в данном случае антибиотики подчищают вторичную инфекцию. В данном случае мы избавляем от симптомов вторичной инфекции, но мы не убиваем назимоцитроза. Вот и все. Поэтому получается, что лечение назематоза, теми препаратами, которые сейчас применяются, вообще не актуально в плане того, что они универсальны, лечат назематоз. Они не лечат. Назематоз не излечено заболевание. То есть нет такого препарата, который бы убил назематоз. В первую очередь за спор. Потому что на спор не влияет. Кроме дезинфекции ничего не влияет. А дезинфекция щадящая, даже вот если прогреть мед, в котором в любом случае будет содержаться спор назематоза, до температуры 65 градусов, в данном случае уже активация спор-призходит. Они менее устойчивы. Там двойная оболочка назематоза, но между тем 65 градусов является режимой в течение двух-пяти минут разрушается назематоза. Это может так вот поразить себя. Поэтому если у вас есть варианты приготовления сыпты и каунди, с использованием меда обязательно нужно вот этих режимов соблюдать. То есть 60-65 градусов в течение пяти минут вы должны прогреть мед, ну, наведение до 70 градусов, 5-10 минут. В данном случае мы активируем назематозу. Ну, такие вот. Ну, и накопление. Значит, если брать по анализам, которые проводились, значит, в разных странах, антибиотики, некоторой группой антибиотиков по 2-3 года могут задержаться в меде, в воздухе, то есть не разрушаются. И это проблема в многих странах. То есть прежде чем закупать мед свой или импортный, многие страны ввели мониторинга на проверку антибиотики тетрициклинного ряда. Вот я там целый перечень приводил. Там хлорокексидины, тетрициклины, метранидозол вообще запрещен на многих странах. Вот. И, в том числе, кстати, в России тоже запрет введен на метранидозол. Вот. И в данном случае, если находят там буквально миллиграммы на тонну, граммы, миллиграммы на тонну, все, значит, партия снимается с реализации, партия, значит, страна вводится в черный список, и там 2-3 года вообще запрет на экстремпиенду. Поэтому тоже самое учитывайте, что антибиотики недопустимы у пчеловодства. Так, следующее. Ну, пчелы сами по себе имеют очень много антибактериальных факторов. В данном случае, в первую очередь, хитин. Хитин является уникальным антибактериальным фактором. То есть, чем лучше хитиновый слой, нету клеща, клеща меньше, не повреждается, тем, значит, сильнее сама семья себя обеспечивает. Прополис является сильным антибактериальным эффектом. Маточное молочко, я уже говорил, что ни одна бактерия не развивается, пока присутствует маточное молочко у лечинки. Только маточное молочко они скушают, все там начинается уже, огромная среда уже может проникнуть. Сама по себе структура ячейки. И самое главное, биофон. То есть, когда семья сильная, у всех есть защитные факторы, и они даже такой своеобразный ауру облудают. Даже вот если слышали, сон на улих. Сильнейший антибактериальный эффект. То есть, пчеловоды сейчас в Украине, в Беларуси стало модно делать такие эпидомики, делают 2-3 семьи, на них щиток, и там вот, пожалуйста, приходи, лежи, там, получай, оздоравливайся. То есть, сильнейший биофон идет от полноценной здоровья семьи, которая является и антибактериальным фактором, и выравнивающим многие недуги. Энергетические недуги, психологические там тонус повышают. Ну, то есть, сами по себе пчелы, когда сильные, они являются очень сильными производителями естественной защиты своей. Поэтому прибегать к другой химии вообще нецелесообразно. Мед является антибактериальным эффектом, обладает прополюс, перга, пыльца, маточное молочко. Все продукты пчеловодства являются биологически активными продуктами. То есть, они являются сильными резерваторами и накопителями полезных качеств для организма. Следующая, значит, вот группа различных антибиотиков, которые причиняют вред самому человеку. То есть, в первую очередь, разрушает иммунитет, повреждает кости, повреждает, значит, внутренние прополюционных органов, такие как печень, почки накапливаются, вызывают кучу болячек. И вот, в частности, глифосат. Очень много было сказано. В мире сейчас целая борьба идет по глифосату. Что такое глифосат? Это гербицид, который используется против сорняков. Самый распространенный. Он массово используется и в России, и в Беларуси, и во всех странах. Простой и самый древний, уже более 30 лет используется. Так вот, миграция глифосата обнаружена от внесения в почву обыкновенной, но перед тем, как сеют культуру, делают, химичат, чтобы не расти сорняки, обрабатывают глифосатом. Это торнадо, это, значит, рамдапы, там всяких названий очень много. Глифосат. Получается, сорняки не растут. Потом начинают сеять культуру, глифосат сохраняется в какой-то части, он мигрирует через растения корней, попадает в цветки, в листья, и наблюдается даже его сохранение в продуктах уже питания. В молоке, в овощах, фруктах и даже в пиве обнаружен глифосат. И вот там, где страны сильно используют глифосаты, внесли цель мониторинг от того, чтобы отказаться. Но производители глифосата все равно добиваются каким-то там покупным путем, продлевают сроки. Каждые 5 лет ставится вопрос продлевать, не продлевать глифосат. Около 80 стран мира уже ввели мониторинг на запрет использования глифосата. Глифосат очень сильно влияет на жизнедеятельность пчелы. То есть там, где были химичные поля, там наблюдается непонятная картина. Появляются как будто бактериозы какие-то, заболевания, плохое развитие, недополучение продукции. То же самое сказывается на иммунитет пчел. Следующее. Тяжелые металлы. Я уже говорил, что это в первую очередь по свинцу, кадмию, железу, цинку, меди. Они все регистрируются там, тем больше концентрации городов. Это отходы, это выбросы, через точные воды, через железные дороги, через автотрассы. Это все может попадать тоже в продукты пчеловодства. Поэтому лучше всего держать пасеку, то вдали от городов, вдали от железных дорог. Ну сколько расстояния? Ну по инструкции должно быть не менее 500 метров от трасс железнодорожных, от трасс значок. А города? Да, города. 500 метров от автомобильных трасс, от железнодорожных, 2 километра от химических предприятий, 2 километра от города, это размещение пасеки. Вот даже проводились исследования 1 километр от Минска, насколько сказывалось. Вроде чистая территория. А обнаруживались и свинец, и кадмий, и железо. А вот все хозкомплексы как? Вот везде нас сказано, что 2-3 километра химических вредных предприятий. Там, где есть выбросы сточных вод, 2-3 километра не меньше, зона разрыва должна быть. А на крышах домов? На крышах домов держать, но если рядом находится, и пчелы будут летать, посещать, растения, но все равно, как говорится, все будет идти продукты пчеловодства. В данном случае, если мы держим пчел и находятся близко к городу, скорее всего, здесь, наверное, для агитерапии больше, чем для получения продуктов пчеловодства. Ну и опять же, по замечению, что одни продукты пчеловодства накапливают больше, другие меньше. Если вот все равно не брать, то мед меньше накапливает. Даже мы проводили исследования по родинокритам в самых загрязненных территориях, где радиация больше обнаруживается, исследование меда здесь брали, там совсем малое показывало. Там буквально доходило до 60 бекилей на килограмм, а норма там 3000, опять же, такая норма завышенная. Это уже привязано к потреблению меда в год, там сколько чего, такая целая пропорция. А если брать другие продукты пчеловодства, прополис, перга больше накапливают. То есть, если вот мед чистый будет, то прополис и перген будет сильно засорен тяжелыми металлами. Так, следующий. Препараты на основе ихлюбленатного микроза. Самые распространенные препараты, самые массово используемые, значит, в пчеловодстве. Ну и в данном случае здесь тоже целое, как говорится, можно много говорить. Все они в разном количестве содержатся. Я раньше как бы считал, что допустимый порог есть, но сейчас, видя того, что на рынке, просто начинаешь теряться. Что сколько, действительно. Один из самых распространенных флюолинат. По флюолинату это препарат Тауфлюолинат. Значит, этот препарат начинался от Апистана американцев. Его концентрация было 800, потом уже 1000 стали ложить, миллиграмм, миллиграмм на полоску. Наши полоски, все российские, идут где-то порядка 80-100 миллиграмм. Ну, там есть препарат такой ПАК, может, свыше, 750. Там его тоже пихнули аж 750 миллиграмм. Какое количество допустимо? Я считаю, что вообще с флюолинатом надо очень аккуратно. Это один из компонентов, который до двух лет может накапливаться в воске. Игрировать в воске очень активно и до двух лет может накапливаться и содержаться в воске. Причем удалить его, устранить очень тяжело. С химиком общался, как, допустим, вывести флюолинат из воска. Он говорит, это никак не вылетишь. Температура в 260 градусов разрушает флюолинат. Воск в 260 не может существовать. Если брать ситуацию по метразу, а метраз нагревания до 100 градусов начинает уже разрушаться. То есть, метраз менее устойчив к теплу. И у метраза есть меньшее свойство аккумулироваться до 45 дней всего. Может аккумулироваться. А флюолинат два года. Поэтому, если мы используем полоски на флюолинате, мы должны учитывать такой нюанс. Во-первых, мы должны использовать только осенью гнездовую часть. В период отсутствия всякого методосбора. Потом, в дальнейшем эту гнездовую часть катать не рекомендую. То есть, в данном случае это все должно быть использовано внутри и все должно потом упроковываться по флюолинату. В период активного начала методосбора, начала сезона его вообще недопустимо применять, считаю. Ну и самое такое вредное в флюолинате то, что если мы многократно из года в год один только препарат на флюолинате применяем, то рано или поздно он все равно остатки будут сохраняться в воске. И эти малосоточные вещества будут вызывать адаптацию клеща. То есть, в данном случае если 2-3 года мы применяем, клещ становится невосприимчив по флюолинату. Вот живой примерно маврик. Маврик это самая распространенная это фактически является форма флюолината маврик. Там его содержится 24% по действующему веществу того флюолината. Он активно применялся в препарате маврик против жесткокрылых цветоедов опрыскивали саду, опрыскивали тоже рапса. Он не представляет опасность для пчел вообще никакой. В данном случае он будет прыскать, будет лед пчелы не гибнуть пчелы. Я сам наблюдал такое интересное, что даже можно пчелы закрывать. И сам думаю ну вот хорошо будет защита от клеща. На самом деле через 2-3 года фермеры отказываются от применения флюолината маврика. Почему? Потому что становится невосприимчив у цветоеда. Он говорит да он не работает все. 2 года проходит все выбрасывай маврик очень дорогостоящий но будешь все равно к жесткой химии прибегать. Перитроида и всяким разным. Поэтому нужно учитывать что флюолинат должен постоянно быть в замещении претензи больше 20 лет он используется на рынке. Но из-за того что он быстро разрушается не передается многим продуктам пчеловодства его применяют и концентрацию доводят аж до 500 мг. последний препарат я на рынке обнаружил у поляков биовар называется там его 500 мг хитрились внедрить. Я раньше порог читал что там всего лишь 50 мг на компонент является порогом для пчел. Сейчас смотрю его даже 500 начали применять. В данном случае уже пороги изменены или концентрацию обманывают и не знаю. но вообще считается что должно быть применяться его где-то 5-10 мг то есть в данном случае если брать две полоски то есть 10-15 мг внесения этого метраза который действует на клеща и одновременно не причиняет тогда пчелам. А если там 500 мг бомбанусь то конечно это будет уже миграция и продукцию и на пчел скажется. Дальше я там слайд покажу что превышенная дозировка влияет на жизненный цикл той же самой пчелы. Ну и препараты разные то есть их название куча и когда вы применяете препараты обращайте внимание не на название препарата а на содержимое то есть что содержится если мы будем постоянно работать с одним препаратом все равно на второй-третий год будет привыкание поэтому я считаю что нужно делать комплекс обработок если касается клещей и самое главное внесение формы потому что стоит только поменять способ внесения формы и уже по другому эффекту в частности если мы применяем жидкую форму орошение и поливание твердую форму через полоски то замените на газоэрозольную самая актуальная форма применения действующих субстанций или вещества мы смешаем дозировку и даем двоякий эффект во-первых аэрозоли меньше вносится к концентрации и у них проницательная способность выше действует не только контактно а еще действует респираторно клеща в данном случае клещ умирает задыхаясь от формы действующие вещества недаром в многих странах применяется именно актуально газовые обработки аэрозольные обработки они уходят от применения химии в твердой субстанции а переходит к газоэрозольным обработкам и в данном случае газоэрозольные обработки они имеют свойство быстрее разлагаться то есть если мы подвозить термическим мелкодисперсным носим то в данном случае микроэлементы быстрее будут распадаться молекулы действующие вещества быстрее распадутся чем они перейдут в продукты пчеловодства сублимация щавельки допустим ну вот я об этом немножко позже еще тоже скажу сейчас вот целый перечень препаратов я сидел выписывал их можете сфотографировать по препаратам действующих субстанциях тут я собрал информацию по Польше по Беларуси и России французский но самое актуальное это Польша Украина Украина Польша Россия это вот действующие вещества по группам действующих веществ препарат названия ну самое опасное из них считаю это вот группа комофоса комофоса это опипротект перицин опифос в многих странах Европы его запретили потому что он обладает не контактным действием а еще кишечным в данном случае действуют кишечные кишечным образом действуют клеща и его запретили в том плане что он причиняет вред человеку в том числе то есть миллиграммы сохранения его продукта пчеловодства вызывает серьезные проблемы у человека группа комофоса запрещена акринатрии то же самое если сравнивать допустим что такое фумисан вернее что такое сравнить флюулинат и флюметрин это группа перитроидов но это тоже разное по свойствам и самое главное по количеству действующих веществ если допустим флюулинат может использоваться до 1000 мг то использование флюметрина в данном случае препараты это байварол варостоп варафарм варафлю это биварол нет не биварол это флюулинат извиняюсь оно допустимо к использованию в количестве до 4 мг всего лишь то есть оптимально считается 3,2-3,5 мг на внесение ну если брать по количеству до 10 мг общего на семью не больше полоски делают 3,5 мг всего лишь это вот апистоп байварол апистоп и никто не пытается преувеличить даже китайцы не рискуют преувеличить если вы видели китайские полоски где написано флюметрин почитали количество там пишут 3,5 мг почему? потому что он в более большой форме вызывает уже негативные последствия на пчелу то есть не может больше использоваться флюметрин так следующее ну вот динамика срочное содержание флюулината продуктов пчеловозки вот если брать что я говорил по меду и воску если мы используем значит аметрас то идет по дням и через 90 дней а это по флюулинату флюулинат в меде разлагается через 90 дней грубо говоря то в воске он содержится 2-3 года 2 года может содержаться флюулинат следующее по метразу если аметрас допустим в меде то через несколько суток до 5 суток он уже разлагается если в воске то проходит то же самое проходит там 15 дней до 15 его уже не остается но дело в том что сейчас следующую слайду пристану у метраза есть порядка 8 метаболитов то есть метаболит это продукт который получается уже превращением распадом метраза дает до 8 метаболитов метаболиты они до 45 дней могут содержаться сохраняться то есть по метразу тоже и хроматографы выявляют метраз не по его наличию а по его метаболитам в воске 60 дней может уже метраз содержаться если термически воздействует на воск флюулинат начинает разрушаться при температуре 260 градусов только разрушаться а метраз уже при температуре свыше 100 градусов начинает уже разрушаться то есть метраз менее устойчив само интерес к метразу во многих странах больше чем у флюулината флюулинат во многих странах запрещен вообще в частности в Европе флюулинат не применяется и перитроиды не применяются органик у них программа органик органический кислот органический компонент борьбе с лещом следующее исследования проводились описаны Бордачевым тем же и Бурмистровой по влиянию различную дозу флюулината метраза на яйцеклод неосность марки считается завышенная доза начинает снижается снижается яйцеклодка снижается скорость разбития поэтому завышенные дозы флюулината и метраза тоже является в начале использования сезона активного как в борьбе клеща является недопустимым аметраз флюулинат в начале сезона лучше не использовать безрасплодный период или используют в конце сезона когда нет активного метразбора это отдельная тема дойдем различных влияния метраза мегапродуктивность можете посмотреть если завышенную дозу флюулината снижается и метразбурность в том числе исследования проводились многие спорят что это все ерунда но какие-то наблюдения есть что если в активный период медосбора используйте мегапродуктивность снижается до 20% ну и вот значит в ракурсе уже говорить что нужно использовать диагностировать болезнь нужно обязательно на степень заражения тем же клещом азиматозом и другим заболеванием обязательно или самостоятельно добегая к лабораторным исследованиям правильное лечение придавать если допустим нет болезни зачем использовать химию и самое главное при возникновении каких-то заболеваний снижается инфекционных прибегать к дезинфекции только дезинфекция я уже сказал может уничтожить возбудителя споры капсулы только дезинфекция но дезинфекции такой к сожалению нет которая бы уничтожала возбудителя и действовала на пчел поэтому все что находится в контакте с пчелами все должно подвергаться дезинфекции это улей рамки сотри замена сотов обязательно я считаю что один из факторов не распространения болезни не сохранение какой-то скрытой латентной формы это замена соторамок соторамки должны меняться минимум на 30% я меняюсь на пасеке в 10% стараюсь гнездо все на 50% обновляется каждый год при том эта теория чем темнее рамки тем теплее гнездо именно в зиму она вообще не актуальна в том плане что получается что почему темнеет рам получается что выходит расплод потом пчелы наносят защитные свойства коконы наносят тот же прополис обволакин ячейка становится меньше сот становится темнее потом в дальнейшем все меньше и меньше выходит челка соответственно из этих узких сотов. И в этих коконах все равно остаются остатки спор. Спор наземы, спор гнильца, спор других микроорганизмов, грибков остается. Если брать по грибкам, это тоже целая лекция. То есть в этой комнате может быть миллиарды на метр кубических спор грибов различных, которые нам не причиняют вреда. Но стоит только человеку, подверженным заболеваниям, с низким иммунитетом, он моментально отсюда попадет в реанимацию. У нас защитные свойства тоже с разнообразным организмом есть. И получается, если мы держим слабых семей, то они являются распространительными болезнями, в первую очередь. То есть получается, что держать слабые семьи нет вообще никакого смысла на пасеках. Проще от нее избавиться, а сильные семьи селекционировать, самому, там сказать, от них маток получать, от них отводки, чем возиться с больными. Больные семьи – это распространительные болезни. Прошите вопрос. А использование гаустических соды для инфекции? Значит, гаустическая сода недопустима, потому что гаустика является агрессивная среда, и после нее обязательно нужна нейтрализация хотя бы промывкой тщательной водой. Поэтому, если мы будем… Гаустика – сильный препарат, он действует на споры, на капсулы, и причем там экспозиция, час экспозиции, особенно если мы ее делаем горячим раствором, я работал на фабрике, ее всегда грели до 70-80 градусов, подогревали каустику, потом делали орошение птичников после цикла этих вот. И там уничтожало все. Я обходил с пробирками, сам за них лабораторию работал, делал смывы, и делал посевы. Контрольные посевы, давали потом уже паспорт, анализ, заселять, не заселять, не заселять следующее поколение птиц. И вот после каустики не росло ни что. То есть, если режим 70 градусов и выше, концентрация всего лишь 2% каустики, то он уничтожает через 40 минут, через 2 часа все живое. Все споры, все бациллы, даже сибирская язва через 2 часа не выживает. Споры сибирской язвы. А еще я пробовал использовать раствор марганцовки. Марганцовка очень слабая, я сразу скажу. Для дезинфекции марганцовка самый слабый. И еще это перекись водорода. Перекись водорода очень актуальна. Это тоже целая тема. Перекись водорода во многих крупных хозяйствах, пчелиных, это самый номер один. Соты вообще после обработки перекиси водорода концентрации всего лишь 5%. С подкислением 1% или даже 0,5% уксусной кислоты или мурамины кислоты являются сильным инфицирующим средством. То есть у многих заболеваний, спора несущих в том числе, и причем не требует нейтрализации промывки водой. Если после каустики надо интенсивно лить воду и промывать, чтобы тот слизь, ну, кто работал с каустика, знаешь, что когда становится поверхность слизистая. Вот пока эта слизь не становится уже нормальной и применять нельзя. И разрушает очень сильно, кстати, резину, пластик и дерево. Если сделать концентрацию 10% каустика, дерево становится просто рыхлое. Ногтем он как будто выриваешь, эти структуры дерева, оно разрушается. Потом я на секундочку добавлю, многие думают, полперекись водорода, да, в бутылочках, это так мудро, ее много... Гидроперид, ребята, в таблице. Значит, все это ерунда. Послушайте, я вот как бы сам активно продаю многие десельканты, и я, допустим, пчеловодам рекомендую брать концентраты. Я беру на складах, пару на складах 50%. Сейчас, в милинде, кто он производит, в Германии, 50% гидроперид, это перекиси водорода. Я говорю, что покупаете одну бутылку, вам хватит на год работы на пасеке. То есть вы делаете всего лишь 5%, с этой бутылки 50%. Вы в 10 раз ее разводите. То есть с литровой бутылки целое ведро можно сделать раствором. Стоит дешево. Развели, и вы, пожалуйста, работаете при рабочих растворах 5% с уксусной кислотой. Это против инфекции. И 2% всего лишь ее для профилактики сотов. То есть всего лишь 2% с подкислением полпроцента муравийной кислоты либо уксусной эссенции. Все, это является хорошим профилактическим дезинфикантом даже сотов. Проварить не надо. Порошение, погрушение. Раньше была целая инструкция по применению перекиси водорода. Это делали в ванной. В ванной погружались в соты, выдерживались там 10-15 минут. И через полчаса просто им встряхиванием, проветриванием сот уже могли применяться для пчел. Является хорошим дезинфикантом пчеловоза. Экологически чистым считается перекиси водорода. То есть если они хватанут эту воду? Ну вообще нужно конечно все это. Соты если погружается, в ячейках остается жидкость, надо его встряхнуть. Встряхнуть, проветрить полчасика буквально. Все там, ничего не остается. Но все разрушается. Гидроперид он неустойчивый, он разрушается. То есть если он встряхнул, он выветривается, разрушается до простых основ. Ничего последствий не остается. Для этого какие проценты? Значит, перекись водорода используется. Если у вас заболевшие семьи, есть назематозные, линьцовые семьи. Линьцовые семьи это отдельное, я уже говорил, что лучше все уничтожить. Но если допустим есть подозрение на бактериальное заболевание, на зиматозы, делать 5% раствор, 5% раствор перекись водорода. И желательно, чтобы усилить его действие, сделать от полупроцента до одного процента внесения кислот. Первая часть, это уксусная эссенция 70% или муравийная кислота. Если есть молочная кислота, тоже. Молочная кислота тоже уникальными дезинфикантами являются, флорически чистыми. А вот хлоркой? Хлоркой вообще недопустимо. Категорически недопустимо хлорка, потому что хлорка является очень много остаточного вещества и пчеловодство, но недопустимо. Все содержащие хлор, содержащие препараты недопустимы пчеловодству. Раньше было целое... Ну вот хлоркой потом промывали в воде. Инструкция? Нет, нет, нет. Хлорка сразу нельзя. Испекайте использования хлора пчеловодства полностью. Исключите это полностью. Не допустимо. Формалин до 4% по инструкциям старых 70-х и 70-х годов допустимо. Применит обработки галактическая. Там идет камера, нейтрализация потом умерком идет, потому что он резко бахнет. Но я считаю, что тоже формалин недопустим по новому. Если брать по препаратам, которые могут использовать в пчеловодстве, экоцит есть такой препарат нового поколения. Экоцит. Там 3 соли. Это похоже на марганцовку, но марганцовка, я говорю, очень слабая. Для дезинфекции не годится. Все равно многие споровые сохраняются и растут. А экоцит можно применять, его разводить легко. Там пакетик, значит, экоцит. Пакетик получается 50 грамм, он разводится, делается тоже 2-5% раствор. И после него промывать тоже можно не промывать. Там простые соли, которые не мигрируют, не влияют на продукты пчеловодства, на пчеловодство. Допустим, у меня была целая лекция в Москве, может, кто-то видел, слышал, это использование альтернативных способов дезинфекции. Из альтернативных способов это использование ультрафиолетов. Ультрафиолетов очень активно влияет на споровые культуры. В данном случае, если у вас есть возможность, купите ультрафиолетовую лампу. Ультрафиолетовая лампа может находиться в качестве дезинфеканта в маленьком помещении, где у вас стеллажик с рамками стоит. То есть, вы делаете стеллажик, у вас в 3-5 рядов есть рамочки, вы вешаете хорошую лампу УФО, можно 2 лампы купить, если вы по возможности сверху, снизу. И вот в течение 2 часов идет профилактическая дезинфекция от соток. СУШ и соток. УФО лампа. Также очень сильный, аж в 6 раз сильнее является азон. Азон является ничем иным, как производным кислорода. То есть, это О3. Получается, он вследствие электромагнитного разряда, ну, в частности, молния ударила, О2 градился в О3. Получается, бытовых целей за счет озонаторов или генераторов озона. То есть, в данном случае идет переменный ток через кислород находящий и хороший мощный вентилятор. И насыщение идет озоном. Так вот, концентрация озона в районе 10 мг на метр кубический является сильнейшим дезинфикантом против всех форм возбудителей бактериальных, вирусных культур и грибков в том числе. Азонаторы, они продаются массово. Я продавал массово продавить в Китае. Можно через Алиэкспресс купить озонатор. Озоновый генератор можете забить. Озоновый генератор купить. Если будете брать предпочтение, какое брать, берите там, где производитель свыше. Там идет на пластинках специальная керамопластина озоновый генератор. Там, где больше пластинок. Каждая пластина идет на 5, на 7, на 10 мг производительностью. Вот если брать значит, ищите побольше. Там обычно идет на 10 грамм, на 20, на 30. Но я покупал на 30. Они более производительные. То есть там три пластиночки стоят, три этих вот производящих и два вентилятора в одну и другую сторону по бокам. Тут немаловажно не просто, чтобы озон преобразовался, а что он еще разносился за счет вентиляторов. И чем меньше помещение, тем эффективнее действие озона. То есть в данном случае нужно концентрацию насыщения. А концентрация насыщения возможна озоном при каких условиях? Чтобы она была герметичная, меньше было сырости и помещение было поменьше. Можно там разлаживать рамки, улья расставлять. Причем улья дезинфицировать можно те, которых не проденфицируешь обычными химикатами. Те же полиуретаны, пилеполинистиролы может вполне озон дезинфицироваться. Считается уникальным дезинфицированием. Кроме этого, теоретически, опять же, практически меня там сгонить начали, является профилактика от восковой моря. То есть восковая моря не развивается, когда концентрация озона сохраняется. Но, к сожалению, яйцо входит в анабиозную стадию, и оно потом все равно может активироваться при температурных условиях. Бабочка, как правило, гусеницы не развиваются. Погибают через какую-то экстазию. И, кроме этого, озон сам по себе является хорошим изгонителем, гонит хорошо мышей, крыс. Концентрация маленькая 0,1 миллиграмм на метр кубический уже является для того, что мыши не пойдут. Мыши не идут, муравьи не идут, насекомые пользуются хорошим еще и репеллентом. Поэтому, если есть возможность, обратите внимание, можете мне на сайт, потом я в конце покажу, там есть целый лекция по озону и по ультрафиолету. Следующий пойдем. Ведение органического пчеловозства предусмотрено во многих странах мира. В частности, две влоты поставлены на основе. Вот я был на прошлом году на Пимонде в Турции. У них целая программа органик. То есть, они защитили программу, вылезли на экспорт меда и 30% меда турецкого идет по всем странам мира. 30% продаются во многих странах мира. Программа органик включает целый комплекс. Это, во-первых, это мониторинг местности земли, чтобы она не была загрязнена пестицидами, было чистое, было, так сказать, с естественными недоносами. Введение комплекса лечебно-профилактических мероприятий, использование различных химических средств, борьбе к клещам. То есть, получается, значит, использовать пчел здоровых. и технология производства, хранение продуктов пчеловодства. То есть, в данном случае это все в комплексе. Так, следующий слайдик у нас. Эколечение пчелотворотозы. Тоже одна из тем, для нас, в данном случае, если вы слышали все подробно, использование любой химии причиняет много вреда. Поэтому, нужно руководствовать опытом европейским и собственным здравым разумом прибегать больше к экологическому лечению. Но, опять же, руководствоваться тем, как мы это применяем. Из органического лечения, который не засоряет продукцию пчеловодства, не уничтожает, не убивает иммунитет пчел, на первом месте появляется органических кислот. Из органических кислот это будет щавелевая кислота, молочная кислота и муравийная кислота. Муравийная кислота самая сильная. Она летучая. Не нужно, кстати, если вы видите, что продают в аэрозоне состояние, это совершенно глупо переплачивать. То есть, она сама по себе летучая. Концентрация используется от 85% до в Европе до 60%. Как она должна применяться? Муравийная кислота применяется введением просто гулей в количестве 30-35 грамм. Обязательно должна через какие-то испарители водиться. Раньше была технология крышечки пластмассовые, наливали 30 грамм муравийной кислоты и сверху ложили тампон ватный или ватку ложили. Находилось оно два дня, через два дня желательно удалить то есть остатки его. Потом неделя прерыв, через неделю еще раз делается обработка. Сейчас есть препарат такой, мурагинка называется. Препарат выпускается сфера Аписфера 2000 в Москве находится. В данном случае муравийную кислоту концентрации 85% в количестве 30 грамм загнали в гель и продается в пакетик, в мешочках таких. в баночке 4 мешочка на 4 семьи. Ложится поверх рамок ничего не нужно ложить другого просто ложится в пакетик. Работает она несколько дней потом желательно через день удалить ее и при этом должна быть активная вентиляция 2-лика открыта. Муравийная кислота очень агрессивная среда для маток и для расплода. Если находится большая концентрация особенно открытого расплода и идет муравийная кислота то как бы могут погибнуть в личинке. Матка избегает мест где находится муравийная кислота поэтому нужно учитывать. Обработка все-таки предпочтительно в сильных семьях где не меньше 6-7 рамок занимают пчелы и при активной вентиляции 2-лика открытого. Сверху ничего на период обработки желательно не загружать тяжелый. Ну то есть утеплителем немножко открывать чтобы то же самое был доступ воздуха и вентиляция шла. В Европе применять 60% кислоты муравийной. Почему? Потому что именно этого пагубного эффекта не было. И буквально каким образом берут 35 грамм шприцом салфетки специальные многослойные и на эти салфетки сверху на рамки ложат салфетку и сверху со шприца поливают грамм этой кислотой. Все. Вся обработка делает двукратно через неделю. Она лежит неделю через неделю одну салфетку точить начинает выбрасывает другую ложку. То есть в принципе она сильная эффективная но есть пагубный эффект. Температурные режимы нужно соблюдать. При температуре ниже 15 градусов муравийная кислота не используется. Она становится тяжелой, плохо вентилирует неэффективная. При температуре что страшно выше 25-30 градусов она тоже становится агрессивной. В данном случае вентилятор недостаточная погибает молодые пчелки даже могут гибнуть просто сгорает и расплод повреждается. То есть температурный диапазон работы муравийной кислоты от 15 салфетки 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 при определенной концентрации. Мы считаем, что в пчеловодстве 10-15% больше будет на концентрации. Она клещат у вас так? Да, да, да. 10-15% дальше уже порог чувствительности. Вообще кислоты они в 10 раз где-то активны на клещавах клещат пчелы. Но есть же всегда порог. Такой должен быть препарат соотношения действующего вещества чтобы он повреждал пчел и не влетел пчелам. Так вот если брать по всем этим неорганическим я уже говорил что разные концентрации причем с каждым годом концентрации все больше и больше тоже плюлината метраза все такое потому что адаптация если брать по кислотам то соотношение где-то в 10 раз то есть если допустимо использование той же щеллиной кислоты всего лишь 20,5 грамма то уже 25 миллиграмм 30 миллиграмм это уже порог когда клещ не выживает и умирает то есть получается в 10 раз порог чувствительности между пчелой и клещом вот это уникальность кислоты ну вот эти полоски Аленкап разработали в Аргентине Диаго Марио в 2016 году запатентованный в 2017 году компанией Аленкап вот применяется по 4 полоски кстати я не сказал 4 полоски размер полосок 38 сантиметров длина 3 сантиметра ширина толщина 1,5-2 миллиметра пропитана глицерином то есть щавель плюс глицерином и кстати интересно что стоит она аж целых 45 дней то есть два цикла жизнедеятельности клеща если по клещу считать то есть это 21 день это пчели 1 24 дня по клещу то есть два цикла захватывает пчели и проводили мои наблюдения что самое интересное что они активная особь даже регистрировалась на второй неделе то есть когда клещ выходил активно с позднего расплода то подложки показывали такой всплеск бах высыпалось вроде сыпали-сыпались потом прекратилось бах через 2 недели опять высыпалось даже позднего то есть они срабатывают и через 20 дней срабатывают получается что щавельевая кислота связывается с глицерином и глицерин его как бы ну абсорбирует консервирует и щавелька пропорционно малыми порциями выделяется и действует контактно на присоске клеща обжигаются присоски клещ погибает привыкание значит два года изучали вот тот же 17-18 год не наблюдалось то есть эффективность щавельевая кислоты буквально применяли до трех циклов в году то есть буквально отлежали 40 дней там перерыв две недели опять ложили три цикла в году два года подряд применяли и причем адаптации еще не регистрировали опять же это мнение только письменное ну вот можете записать рецепт рецепт рэнди Оливера предложил и рецепт Диего Марио салфетки по салфеткам тоже интересно вот соотношение идет на одно полотенце 12 грамм идет щавельевая кислоты 10 грамм воды 15 грамм глицерина на одну салфетку все это прогревается значит одна салфетка если по ренте Оливера берется значит сперва водичка 10 грамм миллилитров туда добавляется щавельевая кислота 12 грамм и после размешивания добавляется теплый глицерин теплый глицерин до 70 градусов все это размешивается при температуре 65-70 градусов а затем вот это соотношение то есть в данном случае 12 плюс 10 плюс 13 на одну салфетку вот смотрите лучше всего делать на целый такой блок салфеток салфеткой макослоидной ХБ размер салфеток где-то 20-25 сантиметров очень эффективное средство сейчас целая война идет по многих странах потому что производители лекарств начинают защищать свой рынок не дают возможности вхождения этого рецепта и так сказать пчеловоды активно на форме вот меняется обменяется опытами что это работает что буквально в ажатаже зачем химия проще самому купить глицерина щелетки делать ну тоже в разумных соотношениях кстати интересно молдова не отвечали на вопросы когда она работает она не работает мы говорим что ну хорошо весной сырость есть работает потом жара пошла не работает нифига но я такого не наблюдал говорю что вот не работает то же самое по салфеткам салфетку если или картон грызут работает а если не грызут значит все она там законсервирована не идет эффект то есть должны еще грызть пчел удалить это салфетки и полоски салфетки находятся тоже получается такое же количество точно период цикла клеща то есть если мы положили то минимум 15 дней должны полежать салфетки ну как правило меняются то есть проходит две недели потом меняется следующая пайса салфеток ложится по две салфетки на улице здесь 12 рамок а если по полоскам то до 4 полосок ставить до 16 рамочной улице 5 полосок ставить чередовать через рамки причем полоски вот интересно они должны п-образно перегибаться через рамку не просто висеть 35 сантиметров 38 а перегибаться через рамочку и вешаться так вот сверху на улочку таким образом ставится да вот белорусский рецепт это препарат назван толпан противодействие препарата биритала начали разрабатывать с прошлого года это использование муравьиной кислоты щелени кислоты ментола и на сахарном сиропе и на инвекте применяется по 35-50 миллилитров на одну семью 5 миллилитров на улочку льется новый препарат экологически чистый его даже сам демонстрирую когда вот была презентация делал глоток выпивал совершенно безвреден так сказать экологически чистым можно пить смеясь выпил глоток я пью поэтому безвреден совершенно в данном случае вреда не причиняем но применяется только одно условие этот рецепт должен применять спецраслодный период когда он эффективен если период расплода то он не действует мы клеща не убьем который находится в расплоде а действие все-таки кислотность увеличенная может действовать на лечении пациента открытого расплода так следующее ну вот биологические подкормки стимулирующего действия активно работа с агробионом препараты все равно как говорится они хорошие эффективные проверенные ну вот из экопрепаратов я хочу предложить апитон препарат там комплекс идет витаминов его можно повесить не как противогрибковый противомикробный это не препарат не лечебный эффект а это стимулирующий апитон сахарный сироп добавляется ампулка 2 миллилитра идет на 10 литров сиропа применяется 2-3 раза потом азитон не содержит химии содержит в основе чеснок концентра чеснока пудра шлица ну то есть это целый биологический фактор тоже может использоваться в канди сахарный сироп в данном случае применяется по весне с сахарным сиропом либо с канди добавляется в противовес на утопу или наземату которую я часто раньше рекомендовали наземата это трава вообще не нужно немножко уходить метронидазол заставили азимоциты азиматор запрещено даже в России но его применяют к сожалению пользы немного экофитол содержит хвою растительную целый комплекс чеснок хвоя тоже это баночка 50 литров применяется на 10 смешивается с сахарным сиропом канди тоже дается несколько раз для стимуляции и профилактики заболевания т.е. мартоза воротоза и препарат вверху Витон тоже интересный препарат сейчас я вам покажу его это будет культура содержащая бацли стемную палочку пробиотика какой у нее интересный эффект она активно размножается это кишечная микрофлора получается и естественная она активно размножается начинает вытеснять патогеные микроорганизмы грибы колонии активные антигонисты многих патогенов микроорганизмов причем когда колония достигает определенных уровней они начинают выделять эндогенный интерферон интерферон является противиминфактором т.е. является активной профилактикой против вируса грибы она в двух видах применяется это препарат витон в новосибирске производит порошочек по 5 грамм по 50 грамм и по 500 грамм. Ну, в данном случае такой один пакетик хватает на одну семью. Он стоит дешево. В многих актеках он продается. Активный прибилотик. Он дешево, стоит активно. И вот препарат «Спаси пчел» или там целая линейка препарата. Это Башкира производит. Башкирский биотехнический институт разработал. Он в живой форме идет. И там концентрация его превышает в 10 раз. То есть, если в данном случае в Витонии там миллион спорообразующих бактерий, то там миллиард идет. То есть, он более концентрированный. И разные штаммы. Там штамм 10, штамм 12. То есть, более активный. Его применяется в малом количестве. Там 2 миллилитра, 2 грамма идет на одну семью с сахарным сиропом, с сыплой, с канцем. И причем, надо применять эти прибилотики активно в течение 7 дней. То есть, буквально каждый день кормить, кормить, кормить. Чтобы эти бактерии активно начали размножаться, рост культуры пошел в кишечнике у пчелок и начали именно свой эффект. Если мы раз в неделю применили, то он может не сработать. То есть, надо применять это 3-5 раз в течение недели. Тогда будет эффективность. И противовирусные, и противобактериазные. И самое главное, что совершенно не вредит ни лёлю, ни продуктам пчеловодства, тем более пчеле. Адаптироваться к дезерной защитным механизмам пчелок. Поэтому рекомендую. Следующий. Ну вот это растительные антибиотики. Так я их назвал образно. На самом деле, это просто растительные компоненты, имеющие фитоциды, фулоиноиды, различные эфирные масла, которые активны против вируса микроорганизмов. Какие? Это получается эфирное масло, я уже говорил. Одна капля на рамку идёт. Это идёт полы, эркали, тиньян, фихтовое масло, укропное масло, кстати, очень активное, ментовое масло, розмарин. То есть, ватные тампончики. И вот сколько рамочек стоит, так 70 рамочек. Вот 70 капель сверху на капнули на эти тампончики и положили. Несколько дней изгоняющий репелитный эффект, плюс подложки, и всё уже та же самая обработка, как клеща. Плюс профилактика бактериозки, у которых идёт. Следующее. Различный способ применения растительных гиператов. Это идёт сжигание в дымарик. Сделали, допустим, дымарик, угли пошли, и можно в дымарик ложить на угли. Сушёную тоже смесь, полыни, то же самое там чарка древесная, то же самое, кармин с сахарным сиропом. Разлаживание средств на рамки и на дно улья. Те же самые подложки масляные лежат, можно порошочек полыни там насыпать дополнительно, тоже будет эффект. Мелкодисплесное орошение. Кстати, тоже запатентованное даже средство, мелкодисплесное орошение порошков. Самый эффективный порошок, я считаю, что сахарная пудра. Даже, по-моему, в Норвегии запатентована. 30-50 грамм сахарной пудры орошаются рамки через специальную пудру или шприцовку. Прямо по улочкам. Раз-раз-раз. Какой эффект? То же самое. Получается, при соске начинает сахарная пудра залипать. Клещ не может держаться на пчеле, он падает, прилипает к подложке и погибает. То есть, самое лимитное. Сахарная пудра потом пчелками усваивается. И, значит, посевы растительных разных компонентов, которые сгоняющие эффект отложек клеща микробу патилактика. Ну, вот, то же самое. Более расшифрованное. Сжигание сушевых растительных демарин. Это хрен. Это береза латчага. Багурник очень эффективный против клеща. Кора дуба. Черемухи. Вы можете страфировать. 100 грамм сухого сырья. Здесь пчелосиней. Хрен, а почему нет? Хрен, да. Хрен, кстати, сушеный. Хрен, он является, помимо того, что то же самое, одурманивает клеща реплентным действием, он успокаивает пчелок хорошо. Считается очень хорошим успокоителем пчелок. И чага древесная успокаивает. Если береза дает пчага, доступ, если собираете, сушите, демарик очень хорошо воздает пчелок, дает пчелок веролюбивое. Что говорят? Гриб березный. Так это не чаг. Гриб березный. Я это ищу. Да, крутое, 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 я это имел в виду. То есть, видите, это тут идиал. Да, да. Все это работает, у кого только сеченые дни. Ну, я уже говорил, Герас, что применять жировые кокошки сечетые дни. А так все поднимается, яйца не поднимается. Поэтому клеща-то, я уже говорил, что палкой тыскать можно, а потом он все равно обратно вернется. Причем при куче клеща даже как-то визуально пытались снять в интернет, ютуб выбрасывали. Там колоссально. Там буквально как вовжина. Бух обратно вообще его грузнул. То есть, у него такая мускуле на силу очень сильная. Он запахом почувствовал, что где-то близко к бахперику. Буквально с пчелиной пчелой. Кстати, я хотел бы, я сказал, что за зиму один клещ, который сохраняется в семье, уничтожает двух пчелок. В данном случае, если мы имеем 100 или 1000 клещей, значит, это соответственно эквивалентно в два раза больше пчелок погибнет. Так, следующее. Скарбленный сахарный сироп. Ну, классический таз 81, хвойный экстракт, тоже можете там посмотреть, торопилось. Отвар, бои, укропное масло, можжевельник, сок лука, чеснока даже обыкновенного, 25 грамм на один литр сиропа. Перец жгучий, тоже эффективный, противопрещевое действие. 50 грамм стучка сушеного на литр сиропа делается отвар, сначала водяное, а потом по 50 миллилитров на литр сиропа. От трав, от крапива отвара делается. Все это может активно применяться пчеловодами. Собирается все это в период, так сказать, своего времени. Все это сушится. И до двух лет растительное сырье может использоваться. Два года сроку изменения растительного сырья сушеного. Тянет сюда, чтобы не мешать, не закрывать. Вот, конечно, не стоит. А скажи, Павел, поедете вот породы таких черных? Вы будете вленили. Сейчас я просто расскажу. Вы запишите, чтобы с ним будет бумажка, это целая тоже в бокале. Порода. Чтобы вы подержали вон кто-то, а? Вот сколько кадров подержите, а то с кадров, а? Я там достаточно ходить. Ну, все это есть. Книжках много. Вот, кстати, Кирилл Викторович Богомолов, в издании «Против клеща» там целые есть брашопки красные, да? Там все это вот буквально дубливается. Я кое-что даже оттуда брал. А вы знаете книгу, дядя? Ну, вот предлагает Кирилл Викторович совместно сделать. Я говорю, смаху сделать. Сделаем ближайшее время. Стараемся. Ну, это не мое все изобретение. Это все, ну, с литературных, письменных изданий. Если купить книжку различную, это все, кажется, можно бы читать. Честно говоря, я скажу откровенно, я вот этим всем, которые сказали на сиропах, доверяю ровно на 50%, не больше. Я считаю, что борьбу с клещом только в качестве профилактики, дополнения. Они все неактивные. То есть где-то 50-60% эффективности. Лучше сделать аэрозольную обработку, а этим дополнительно прибегнуть по весне, по осени. И они комплексные. Они скорее влияют не только от клеща, они и на землю тоже самое профилактируют. Кстати, если брать паназематозу, то из всех будет самый сильный, который содержит полынь и чеснок. Полынь и чеснок, а паназематоз, хорошая профилактика. Но мы делали замеры исследования. То есть, получается, несколько замедляется размножение на землю при применении всех этих вот средств. Но не убиваются споры. Споры не убиваются. То есть просто немножко замедляем развитие. И опять же, если мы активно будем это применять, челки будут питаться, соответственно, будут испражняться. Все это применяется в активный лед. Когда леда нет, это все нельзя применять. Дополнительно каловая нагрузка. Лучше применять по весне. То есть это профилактика и бактериозов, и дезематоза, и клещевых. Ну, это профилактика и более того. Записали, можно, да? Угу. Разложенный поверх рамок или опудривание. Тертый чеснок, листья чебреца, мешочки с тимолом. Вот тимол тоже. Кстати, тимол стал наблюдать, что стал тоже... Это растительное солью. Его стали какие-то химические синтезы делать. Запах поменялся. Очень такой есть сахах сильный у тимола. И его буквально немножко. Его можно в сироп добавлять. Буквально там 3-5 грамм на ведро сиропа добавлять тимол. Если концентрат, порошок. Если брать по тем, где он содержит, то есть тимьяное масло, чебрец. То есть, если вы будете собирать чебрец, то небольшой концентрацией будет там тимол содержаться. Из всех препаратов чебрец на первом месте стоит. Тимол содержащий. Ну, хочу сказать, что там, где идет активное применение тимола, там и мед начинает пахнуть. И полынь тоже сильный запах дает. Мы один раз на пасеке, когда еще учился, у своего там директора челоконтора, он применял полынь. По осени сюда собирали, буквально ездили на пустыри, косили косой эту полы сизую, высушивали и добавляли в сироп. То есть, вот стоит бетон сиропа, куда буквально веток накидал, накидал пучок, и потом разливают по кормушкам. И как-то пришли гости, говорят, что веткурный гостите. Здравствуйте. Язычок только тянули. На, попробуй. Вот этот язык в рот взял, сразу же с пасеки выбежал. Он настолько сильный. Ну, то есть, горечь сильная от полыни сохраняется. Что займет такой горький, тудовитый буквально. Ну, полынь такая действия обладает. Ну, и, соответственно, изгоняет и на землю, и клещ не везет. И в рот тоже, да? А? В рот тоже. Ну, да, то есть, получается... А, кстати, при применении полыни очень сильного раствора усиливается. То есть, запах приобретает, слабые семьи, безматочные, тоже подвержены нападу воровством. Это тоже с ним лучше аккуратно, в конце сезона, чтобы работать. Следующее. Ну, даже элементарная картофельная, тертая картошка, и то даже как средство рецептов клеща. Мешочки, да. Мешочки с картошкой. Смазывание подложки на улья. То есть, как поверх рамок, так и на подложке с ловушками с вазелинами может активно применяться, ну, опять же, по подложкам. Разные растительные компоненты, пробовали, наблюдали, что лучше. Самое лучшее применять медицинский вазелин. Или вазелиновое масло. Вазелиновое масло, потому что он только в плане лучше, в том плане, что он ее можно размазать проще. А вазелин вот такой, ну, там, тяжелее на подложку. Подложка должна быть лучше такая глянцевая, не впитывающая, влага не впитывающая. Может, пленка быть, может быть, планшет даже их призывает. Специально такие сделаны, которые через нижний литок открыл, планшетик туда засунул, и вот с этим маслицем. И вот это маслице можно добавлять в различные масла эфирные. Тоже они, получается, испаряются, и репелентные эффекты, и одновременно, что-то вообще, клещ прилипает, и все там остается. Но нужна решетка, да? Ну, решетки, ну, тяжело. Вот у меня, допустим, я 15 лет назад сам делал улей, с отцом делали, но сейчас я не рискую всю пасеку переводить, это больше около 100 семей переводить на сечетое. Это колоссальная работа. Поэтому, ну, просто нужно продумать подложки. Так, конечно, хорошо перейти на сечетое дно. Сейчас есть практика того, что сечетое дно хорошо вентиляцию дает зимовку. Пчелы хорошо зимуют на этом сечетое дне. Ну, опять же, до периода расхода. Когда расход начинается, лучше закрывать сеточку. Значит, перехолодить, переостынет гнездом. Вот, а так вообще сечетое дно хорошим средством, как клеща. Клещ же сам по себе, когда активный сезон, он живет где-то порядка 2-2,5 месяцев. И каждый день выпадает его естественной гиблии смерть. То есть, пчеловод ничего вроде не положил, раз подложку, а там каждый день по десятку клещей упадает. Вот, отчего-то сыграться. Так клещу на бешеное, значит. После своей смерти клещ умирает сам. Живет где-то в активный сезон 2-2,5 месяца. А когда отсутствие расхода, то 9-10 месяцев может жить. То есть, получается, там уже капуляция друга и войдет клеща. Зинья капуляция, называется. И за период он гемолимфы, или, так сказать, той же смесь гемолимфы, жировое тело потребляет ровно на гребчевые, с полторы пчевые. Словно, но гребчевые погибают. А можно вопрос? Да. А он тоже живет только на пчелах, это вклеишь? То есть, он должен был... Значит, он живет на пчелах, это, значит, получается, вора деструктор, только специфичен пчелам. Только на пчелах? У других, там, на шмелях, на осах, ну, не такой не наблюдался. То есть, специфичен только для пчел. А если он пчелы падает, то он умирает уже как-то там? Если проходит там по утверждению в 6-8 часов, и он не получил питание, то он умирает голод. А вот с перезаряжением, перезаражением, так сказать, процвета? Перезаражение, да. В данном случае активно пчелы летают, он может... Пчелка рядом с другом находится, там поимочки стоят, они могут перепрыгивать с одной пчелки на другую. То есть, чувствуешь, что недостаточно... Там гемолюфы, еще что-то... Перенос по полустворению может... Трудь на матку... Переносится через трутки, потому что трутки мигрируют по всем семям, активный сезон они могут... Их принимают все в семье, то есть, данный трут не является переносчиками. А во время полустворения тоже может быть на матке? На матке меньше регистрируют, но на матке тоже может доходить, соответственно, тоже этот клещ. И самый активный перенос это пчеловодами через отводки, через раи. Вот раица семья, зараженная. Кстати, интересная ситуация по слету пчел. Когда слет пчел, они улетают при концентрации 10-12%. Закрещенность уже дает повод на слет. Почему слет происходит? Потому что просто сами пчелы, чувствуя, что они умрут, они эту заразу носят, как говорится, улетают и разлетают сюда. И причем ни в деревне, ни в мертвых пчел ничего не регистрируется. Они просто улетают, разлетаются, в радиусе километра погибают и все. Сразу ночь на себе. Скажите, пожалуйста, я разговариваю с пчеловодами, которые еще мало на первом статике. Они в первом статике набирают первый и последний расход пчел. Вот, наверное, в это время как-то раз. Нет, это все ерунда. Активная жизнедейственность у клеща получается, ну, сохраняется первый расплод, первый расплод начинается в пчелке, пчелина пошел, значит, это клещ. Два-два с половиной месяца живет, получается, летом. А в период, так сказать, активного сезона нет ничего. Он будет размножаться, размножаться, причем генетической прогрессии. Если брать одну самку, то через месяц уже будет в 10 раз больше этих вещей. А в конце сезона там в 50 раз больше. То есть там страшно идет. И причем, это надо все контролировать. Заклещенность, я уже говорил, 3%. Это считается еще умеренно. Это прибегается к разным можно растительным компонентам. И даже 3% надо применять себе методику поздравления. И причем, если при такой заклещенности до 3% есть примесь вирусов, это страшная комбинация. То есть в данном случае здесь, когда мы регистрируем, видно, что расслот вышел, у него крыльца деформированные, отсутствие крыльца, трут не бескрылые. Это значит, что уже не сработал клещ, это вирус сработал. Это вирус деформации крыла сработал. Поэтому нужно иметь в виду, что помимо клеща у вас еще и вирус активно. А вирус переносится клещом и половым путем переносится. От матки, расслотов. Вирусов где-то порядка с десятками. Это и паралич, и хронический, и вирус, и острый паралич, деформация крыла, черных маточников. Там вирус очень много. Еще четыре раза в год. А когда надо начинать лечить? Что, вы работали? С весны. С весны я уже говорил, что самое проще сделать исследование. Сахарные пудры, самое безобидное сделать исследование. Если у вас... Можно сделать или нет? Нет, нет. Ну вот выставка пошла, пчел, облет пошел. Вот перед тем, как бы осмотрить, собрал-собрал там горстку пчел с средних рамок, там с одной из двух рамок, там где больше, поставлять, расслот обслуживали пчелок. Стрихнул, стрихнул, потом эти пробы. Сахарные пудры засыпал, все читают, решетку вместо крышки сделал, раз, поболтал, пускай постоит минут десять, и вот на белой листой бумаге, высыпая, высыпая, распределяя пудру, и посмотрел, сколько там клещей высыпется. И потом можно уже посчитать. Если там живых пчелок где-то порядка ста, значит вот каждый клещ один процент. Три клеща выпало на сто пчелок, значит это еще граница. Свыше трех уже надо лечить, начинать, и серьезно лечить. Потому что из этих трех процентов будет в десять раз больше уже в конце сезона с лечью не делается. Ну, в тридцать процентов. А это уже смерть пчели. Это явный след смерть пчели. Я еще применяю активно этим трупневую овощину. У нас производят, ну и здесь тоже, я в колонну вчера был, в колонне трупневую овощину. Покупайте трупневую овощину, ставьте по одной-две рамочки, не рекомендую резать естественный трупневой овощину. Это, так сказать, баланс нарушает, физиологический баланс в семье. А вот использование в качестве строительных рамок трупневую овощину, это классно. То есть поставили трупневую овощину, оттянули, матка заложила, как только запечатали, вынули, стоя ячеек стрезали, посчитали, прикинули, какая заклещенность, а все остальное выдавили, выдавили, маленькие капсулы и заморозили. А потом кашу, яичницу даже самому лушать. Ребенку можно подмешивать. Сильнейший белковый, так сказать, не кислотный коктейль получается. Можно напитки разные делать. И пчелка можно таким вот ослабленной тоже давать сапельным сиропчиком. Поэтому используйте вот трупневую овощину, очень простая процедура и одновременно профилактика от плеща. За техническое профилактика. А зимой, ребята, у меня горошка плеща? Да. Зимой горошка плеща? Ну, зимой, зимой получается, любое вмешаться за семью мы помеждаем. Мы беспокоим пчелок, у них головой нагрузка уменьшается, стресс повышается, жизнеспособность сокращается, то есть, если они должны прожить там до апреля месяца, они будут в марте. То есть, мы стрессами, повреждениями мы сокращаем жизнь пчелек, уменьшаем жизнь пчелек. Они активно больше кушают корма. То есть, ну, не надо беспокоить ничего. Если уже прибегают, то уже в крайнем случае, когда вот, ну, явно ты уверен, что это скрещенность высокая. В Америке, в Германии применяют бивитал. Поливают даже период холодов, ну, конечно, не в глубоком нервности, но при нулевой температуре поливают тонкой струйки по 5 мл на улочку это бивитал. Ну, а бивитал, я уже говорю, что это 3-2% с щавелевой кислоте вместе с сахарным сиропом. То есть, получается, вот тонкая струйка до 50 мл на семью можно поливать. Даже при миллиграмме. Это уже как хранится пособия. Ну, я, допустим, спасал одну пасеку, когда мне обратился к пчеловодству, что у меня сцепится пчелок. Слез был такой. Мы взяли пчелок, проверили там мыльным растворчиком, спиртом это все. Мыльным растворчиком проверили, там заключение свисоком. Там показалось выше 10. Ну, что делать? Надо дымить. Чем? Ну, давай варамуром попробуем. А щем? Ну, я просто варамур с водичкой размешал амитраз и обработал. Два раза обработал, ну, что ли, вышли. Это какая-то не выход, но это было вот именно зимой. Можно сжигать. Есть такие полоски, называется TED-а. Там не полоска, там шнурочек. КБ-шный шнурочек. И есть такой аппаратик, называется вараджет. Потому что видел, не видел. Такой, в принципе, фена. Туда шнурочек зажег, он дымок начинает пускать. Включаешь этот вараджет и влеточек нижний. И так дымом насыщивает. Это сухой способ обработки, аэрозольный считается. Сухой, аэрозольный способ обработки. Очень эффективный, хороший. По осени два раза, если что, этим вараджетом плюс TED-а обрабатывал. Есть палисан-средства. Это картонные полоски плюс аметрасс. Ну, я говорю, что из всех бед аметрасс быстрее распадается, чем флюоренат. Флюоренат возгонять не получается. Можно возгонять, но это будет сильная смесь, повреждает, засыряет воск. А вот аметрасс вполне нужно. Через 45 максимум дней аметрасс разлагается. Поэтому осенью применение аметрасс предпочтительно. В Европе активно. В Польше применяют. Я вам говорю, в Германии аметрасс курят. Таблетки даже аметрассные. Апиварол называется. Биокрион. Апиварол, да. Апиварол применяется. Это получается там 500, не, 50 грамм. 50 миллиграмм аметрасса и плюс селитра. Селитра в этой вот поверхности. Селитра плюс аметрасса. Они дымятся и этот к ним обрабатывают еще через мараджетер. А липольные термокамеры у вас используют? Термокамеры актуальны, но дело в том, что вся проблема уметь ей пользоваться, приобрести и самое главное набраться терпения, чтобы обработать всю пасеку. Когда пасеку сто семей и ты один работаешь, я до посещу на один работу. Отец там помогает, как бы на этапе это уже тяжело. Где-то ранее перенести, где-то что. А так одному нереально не считаю, чтобы работать термокамер. Это эффективный способ, один чистый считается способом. и здесь в данном случае должны температурные режимы. Там температурно он, по-моему, срок подбирался, выше нельзя. Плечь погибает, щелу не повреждаем, но считается, труп не страдает. То есть, это используют только, опять же, в конце сезона, когда маты не работают. За матом тоже может влиять. Считается, что лучше маты изолировать, а пчелокамеры обрабатывают только пчелок рабочих. Трудоемкий, конечно, эффективный, трудоемкий способ. Словили рой, выкупите вы сами простой полочный веслок. Сделайте 10-15% раствор и сайте на рамки. На них сидели рамки. И впрыскайте два раза попрыскали, там, через день, через два парка не сеют, все. Уникальный способ безраспортный. Порабатывайте. Длейте прямо по пчелкам, даже передозировка не вредна. Молочная кислота в концентрации 10-11% она безвредна. она активно обжигает щупальца клеща и именно что влияет именно на кровь. Самый безобидный. Можно щавелить кислоту расти, 2% щавеливая кислота. Можно метрас сделать самый простый, но метрас данный случай в медосборный период недопустимый. То есть кислоты самый простой способ. Следующий побыстрее. Успеем вопрос объяснить. Орошение пудрени рамок с пчелками. То же самое. мелкодисперстное орошение отблечения. Сахарный сироп. Сахарная пудра уникальна в этом отношении. Или использование то же самое порошка сосны, еле, мажорельника. крупное масло коридовое если делать годные растворы с сахарным сиропом. Если делать сахарный сироп, то разводится не один к одному, а один к пяти. Один к четырем один к пяти сахарный сиропчик плюс добавляются разные масла. Тоже масло можно расширить. Сахарная пудра рамку достаешь? Каждую сторону рамку в идеале да. В принципе я видел из видео применение европейцами, поляками они берут такую шприцовку и вот так пошли прям по улочкам. Раз, 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 то получается где-то по 5 грамм они загоняют пудры между по улочкам. А пчелы уже сами разношутся. То есть можно вполне даже перейсированы чем больше тем лучше. подсевы вблизи ульев, лук, чеснок, табак душистый, мин, то же самое декоративный чабрец все это может подсеваться на пасеке, где у вас находятся пчелки и одновременно вы будете это собирать, и одновременно это будет хорошим репеллентом клеща, клацин, всевозможных можно все это применять вот моя передвижная пасека, три павильона делаются самостоятельно, тяжелых телегах сельскохозяйственных бактейль элементарно делаются стойки металлические, сетка ябериса работать удобно, был у меня здесь павильон закрытый, неудобно буквально дышишь в дыме, не видишь, зрение плотно поэтому все открыто, все переделано открыто тягая тракторами, передвижение 2 километра по кругу под циклом идет, разум слетает от ванн на поле от ванн потом, значит, рапс попадает, потом, значит, малину, если погода позволяет хороший взяток малину у нас потом, значит, начинают зацветать дикорусы всевозможные василек очень сильно дает, значит, по пшеничным, если на себя попасть если химизацию не сильно сделали, уникальный медонос и мед шикарный с василька потом, значит, после василька иван-чай начинает зацветать ну, под клевер, если попадаешь, второй коз, хорошо так, кстати, хорошо свают клевер, как и кавказянка и заканчивается гречкой, гречкой иван-чай после гречки, как правило, там сорняки ниже после поддерживающей доноса то есть, в принципе, получается три качевки за сезон медопродуктивные, средние, ну, когда начинал с Карпаткой работать, 50 где-то было радовался, а сейчас вижу, что не показатель 100 килограмм доходит если возить, возить, загружать, работать 100 килограмм семья дает а то с любой клевер расслаблены? нет, там тоже, там очень куча линий разная одни, вся другая, вся и клевер капризная культура когда жара, она выделяет, чуть только холодная ночь пошли, ну, нифига на клевер не будет специфика а хорошо, когда клевер с зарастающими сорняками вообще шикарно, у нас был до самого сентября месяца поддерживающий медосбор и марки хорошо сеяли то есть, и расслабно гнали достаточно а вы какую линию предпочтению Бахосу берете? значит, 144-я линия получается хорошая Рупинец, вообще, если брать, то родословно Томас Рупин, Тон Бюнклс потом Коханская линия Демара Коуна ну, я не сторонник Бахосу но, почему убежать есть так называемый Варатолерат был вопрос В-19 я считаю, что это то же самое я определённо каким образом он работает значит, по теории и на практике что было замечено пчела, во-первых, стряхивает себе старается стряхнуть с себя клеща он падает и, если чувствует, что заклещённость в воде ячейки то есть она разгрызает расплод вытягивает личинку они её съедают то есть не дают вам возможности полноценно развиться клещу и то такие свойства генетические перевели но я говорю, что вот если изучен генетика клеща то в перспективе в будущем будут появляться какие-то биологические способы которые препараты при активном скармливании пчелам будет появляться нарушение ДНК у клеща, то есть это в перспективе в будущем от химии и труда придут биологические недаром же его три года расшифровывали и 7 лет создавали выделяли эндогенные нуклеотиды эти вот на всех циклах развития 1433 нуклеотида выделено это всё сделано для того, чтобы создать биологическое оружие от клеща это перспектива в будущем это направление, с которым работают, но, к сожалению, у нас не повлияет я же говорю, что когда расшифровывают ДНК в дальнейшем можно разные модификации делать это, конечно, генетика это даже, можно сказать, вмешательство на уровне генные изменения, генномодифицированные но, в принципе, это всё в разумных пределах и ещё хочу сказать вот такое выступление было по поводу использования бабкоста значит, это тупиковая линия это не порода с ним надо очень аккуратно селекцию проводить бесполезно можно пользоваться только в качестве материала исходного в данном случае, если вы пользуетесь материалом вы должны постоянно приобретать дорогостоящий материал с Европы с именно хороших источников это должна быть обязательно чистокровная хорошая проверенная линия и от неё вы получаете максимум 2 репродукции дальше нет смысла работать начинается жёсткое расщепление там куча пород намешанных даже вплоть до африканских пород расщепление достигает того, что попадают полезные в принципе появляется злобливость появляется так называемая воровитость сильная злобливость снижается метапродуктивность и начинается генетический сбой естественный находящийся пчел в округе если труднее от в данном случае даже F1 и оттворяют местную пчелу они носят серьёзную генетическую опасность в дальнейшем нарушается генофонд естественные пчели, которые обитали любая пчела, которая находится в местности она сформирована естественными условиями под климат, под это всё то есть нарушаем генофонд мы, так сказать, на будущее просто убиваем пчелы это один из, я уже говорил, симптом последствий коллапса пчелиных семей мы разрушаем местную геометрию местную географию находления пчелы вмешиваем чужие кроме того, ещё есть такой фактор ветеринарные требования пересматривают карантинные мероприятия они даром были разработаны они их забыли вообще, потому что у нас с пчелой никто не работает прежде чем активно внедрять материал селекционный нужно пройти как карантин карантин, что там вы смогли? вы привезли чего? проверьте в первую очередь свиту, которая находится в клеточке на назематоз назематоз это серьёзная опасность я уже говорил, что если назематоз в высокой степени там 3-4 креста эту матку, во-первых, принимать могут плохо или вообще не примут пчелы чувствуют больной фактор или плохо примут и кроме того, эта матка в дальнейшем будет распространительно болезнен поэтому имейте ввиду, что карантинные мероприятия проверили пчелок посмотрели на назематоз и потом 30 дней считается карантином вы должны посмотреть, как проявляет себя, как развивается развитие а по-хорошему исследование проводится до двух лет поэтому у каждого активно практикующего употребляющего маток должно племенности и, к сожалению, у кого нет ни в Белоруссии, ни в России племенности нет после того, когда заявляют в реестр через два года делать мониторинг племенности и самое главное ветеринарное требование если вы покупаете пчелы, покупаете маток потребуйте у этого производителя ветеринарный сертификат ветеринарный сертификат это гарант того что по крайней мере хоть как-то немножко пчеловод задумывается что у него какая-то идет исследование а пчел должны исследоваться особенно производящих пакеты и матки исследоваться первую очередь на на землю даткосфероз на воротоз проверяться и на обязательно расход на гневцовое заболевание и это исследование должно проводиться ежегодно с отметкой ветеринарном паспорте и все переносится в сертификат а если вы покупаете пчелок вам это документ не выставка в мешке очень это куча болезни это неизвестно какой повлияет генетика это на ваш регион вы будете в восторге первых два года а дальше по тупой пойдет от этих трудней которые летают скрещение с вашими и эффектно предсказуемо видите виду поэтому во многих странах ставится вопрос использование тех повесить и парка целесообразно украина вообще бьет колокола там дайдаром там буквально лекции нужно их видеть что баквес это спит пчеловоз будущего генетическая бомба а вот смотрите они возьмут и улетят у кого-то у какого-то радио пчеловода в лес куда-нибудь получается что это еще опасность то есть они возят все равно баквес хоть говорят не роится мне много кажется есть плюсов ленивых пчеловод они роятся все равно какой-то процент на линии и тем более что это будет процент прослеживаться уже f2 и в 3 когда уже расщепление идет полезных признаков ливость повышается злобливость повышается и продуктивность уменьшается начинается генетика подмышленными с местным челам про его плоды начинают это все сюда поэтому я считаю что работа даром была селекционная работа когда советский союз была селекционная работа были зоны районирования по карпатке по среднерусской пчели по кавказянке велась районирование соответствии с регионом нам должна быть как среднерусская там должна быть карпатка там место этой кавказянки а сейчас ничего нету и сейчас поэтому творится вы что в пчеловодстве возится материал непроверенный кругом пиарится что вот у меня там продуктивность бешенок покупайте моих маток купишь как говорится потом и болезни подцепишь и генетику свою нарушишь свои пасеки поэтому иметь я вам скажу по опыту что я больше занимаюсь общественной работой коммерческой работы по продаже в собственный магазин инвентарь препараты все такое не все меньше и меньше времени к челам поэтому работа с матководами есть определенную группу матководам которых я откровенно доверяю я не прошу почему-то не вернешься как них спроса нет факт если все вот я уже буквально от него завишу такого пчеловода то есть я знаю что я там не могу ничего делать самостоятельно я беру этих маток of 1 они мне два года и их всех корни режу убиваю на осень значит на землю не уходит молодые матки ну как правило делаю 50 процентов 50 процентов я убиваю моток в один год 50 процентов меняю на второй год я полностью завишу пилота я знаю что учитывая эту специфику я не могу не разводить пчелу не чтобы труси не подавлял уже других пчел ну то есть я завишу полностью пчелову то есть баквус это зависимость от производителей конечно в этом есть большие плюсы увеличивается но есть недостатки допустим если первый парк который был ввезен то было очень много намешанная я вижу итальянской человек на рыжая такая все вниз на стойке с учениками кто порыло развитие только в июне месяце пчелы шли на медосбор баквус специфика такая что пока он гнездо засели он не пойдет на мед не сдох понял выкучиваться пчелы магазин ставишь они бах 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 быстро заполняет и возвратная холода очень чувствительная раньше работал на русской ранки весной делаешь корпус бах ставишь корпус карпатка карника уже пошла и минут носят они в стопро входит то есть у них получается термический шок так называемый стресс термический стресс не получают то есть они очень чувствительны к перепаду температуру и разрыва гнезда когда разбиваешь гнездо ващины то бра сразу распихал все воспринимает нормально баквистого не любит только плавное расширение последняя рамка от расхода расширяешь расширяешь вот она гнездо заселили потом стоишь магазин они пошли то есть они позже для сбора сейчас линии есть которые быстро тоже и зимовка неплохая и это тащи селекция поскольку селекция поляков селекция там немцы такое совершенство не идет ну я еще раз говорю что для наших регионов предпочтительно все-таки карпатка среднерусская кармин это тоже является те тоже как они очень близко рост но на службе и причем если смотреть вот есть специальные значит эти сайты на которых родословная дословная карминка прослеживается папа-мама до десятого колена бабушка по маме все папа у них вообще там темный лес огня спор и даже сами корняководки какая-то может быть селекция если там пап не видно только не мамы и все имейте ввиду